Очередное ЧП в шахтерской столице. Четыре человека пострадали в результате взрыва в конвертерном цехе Арселор Миттл Тимиртау. Откровенное вранье в правительстве разъяснили ситуацию по поводу строительства китайских заводов. Люди-фантомы. Более 8 тысяч человек не имеют гражданства. Два часа дня в столице на телеканале Атамикин Бизнес Новости в студии Эльвира Найманбаева. Здравствуйте. Четыре человека пострадали в результате взрыва в конвертерном цехе Арселор Миттл Тимиртау. Всех их доставили в центральную больницу Тимиртау. Управлением здравоохранения Крагандинской области уточнили, что мужчины 70-72-88 годов рождения получили ожоги. Еще у одного ушибы. Их состояние оценивают как удовлетворительное. К другим темам. Президент Касамжамар Тукаев прибыл с рабочим визитом в Атырау. В нефтяной столице сегодня проходят мероприятия, посвященные 120-летию ксахстанской нефти. В частности, глава государства посетит одно из нефтесервисных предприятий, а также примет участие в расширенном совещании по вопросам развития нефтегазовой отрасли. Впрочем, все последние подробности у нашего корреспондента Жалгас Азганбаева. Он сейчас на прямой связи из Атырау. Жалгас, добрый день. Тебе слово. Да, Эльвира, добрый день. Я сейчас нахожусь у дворца Тожес, где с минуты на минуту начнется расширенное совещание по вопросам развития нефтегазовой отрасли. Помимо главы государства, ожидается, что в нем примут участие также и министр энергетики Канат Бозумбаев, глава Казмногаза Али Кайдербаев, а также Аким Атравской области Нурлан Нугаев. Повод для собрания сегодня особый. Это 120-летие казахстанской нефти. Напомню, что в ноябре 1899 года в урочище Карашунгул Атравской области из скважины глубиной 40 метров ударил первый фонтан, который положил начало истории отечественной нефти. И сегодня в стране уже успешно разрабатывается более 300 нефтяных месторождений. Казахстан занимает 12 место в мире по извлекаемым запасам нефти и 22 место по запасам газа. Только за годы независимости было добыто более полтора миллиардов тонн нефти. Нефтяная отрасль стала локомотивом казахстанской экономики, и вопросы ее дальнейшего развития всегда остаются актуальной темой. Ну а после совещания в графике главы государства запланированы также двусторонние встречи, а после обеда состоится торжественное собрание, где заслуженных работников нефтяной отрасли будут награждать государственными и юбилейными наградами. Об этих мероприятиях подробнее расскажу вам уже в вечерних новостях. Ну а это пока вся информация к этому часу. Эльвира. Спасибо, Жалгаз. Будем ждать новостей. А пока продолжим. Украина хочет восстановить товарооборот с Казахстаном, который сократился почти в четыре раза. По итогам прошлого года объем торговли составил 1 миллиард долларов. Киев рассчитывает восстановить транзит товаров страны Центральной Азии через территорию России. Об этом сегодня заявил чрезвычайный полномочный посол Украины в республике Иван Кулеба. Пока вопросы транзита сырья под ограничительными мерами, Украина планирует нарастить сотрудничество с нашим бизнесом. Для этого на территории двух стран открыли торговые дома. Для чего нам понадобился торговый дом? Для того, чтобы собрать информацию тех, кто возит, а тех, кто имеет потенциал возить, сгруппировать по товарным группам, и вступить в переговорный процесс с портовыми администрациями, с терминальными мощностями, с представителями, ну и, соответственно, по Черному морю. Все временем в правительстве разъяснили ситуацию по поводу строительства китайских заводов в Казахстане. Как пояснил заместитель премьер-министра Женас Касымбек, всего с КНР планирует запуск 55 совместных проектов. Он заверил, что все они новые, никакие старые производства переносить на территорию нашей страны не будут. Ожидается, что в рамках реализуемых производств будет создано порядка 20 тысяч рабочих мест. Более того, 95% из них займут казахстанцы. Кроме того, по словам вице-премьера, стоимость всех 55 проектов оценивают в 27 миллиардов долларов. Также он отметил, что всего за годы независимости было привлечено 330 миллиардов долларов иностранных инвестиций из 120 стран. Сегодня мы решили дать разъяснение, чтобы общественности было понятно, что эти проекты, они необходимы, они не несут той угрозы, о которой говорится в сетях. И на самом деле, те вопросы, которые публикуются, задаются в сетях, не имеют никаких оснований. Более того, хотел бы сказать, что это, ну, грубо говоря, это не просто неправо, вранье. Вопросы подготовки кадров и развития предпринимательства в регионе поднял председатель Президиума Нацпалаты Атамикен Тимур Кулебаев в рамках расширенного заседания Совета Палаты Предпринимателей Тараусской области. Он отметил, что результаты проведенного исследования показывают реальные потребности работодателей и, опираясь на данные, можно значительно повысить процент трудоустройства и качество подготовки востребованных специалистов. Пока же в области есть проблема дисбалансов, подготовки кадров. Также на встрече шла речь о поддержке бизнеса. Атараусская область является одной из индустриально развитых. Область обеспечивает более 15% ВВП страны. Более половины казахстанской нефти производят именно здесь. По праву, Атарау называется нефтяной столицей Казахстана. За годы независимости сделан огромный вклад нефтяниками для остановления независимости нашей страны. Конечно, является лидирующей отраслью региона. И это создает огромные возможности для развития бизнеса, нефтесервиса, услуг. Также, по словам экспертов, глубокий экономический анализ выявил 600 уникальных бизнес-ниш и уже профинансированные 145 проектов, в том числе в сфере обрабатывающей промышленности. Это позволило создать свыше 150 новых рабочих мест. По итогам заседания руководства области было рекомендовано активизировать совместную работу по увеличению доли местного содержания, а также реализовать проект правительства для бизнеса и создать сеть частных рыбоводных хозяйств по выращиванию осетровых пород с применением механизма субсидирования. Продолжим. 8200 человек в стране остаются без гражданства. По данному управлению ООН по делам беженцев, Казахстан занимает второе место среди стран Центральной Азии после Узбекистана, где почти 80 тысяч не имеют гражданства. Такую информацию сегодня озвучили в ходе второй региональной конференции по предотвращению без гражданства. Оказалось, что всего в Центрально-Азиатском регионе официально зарегистрировано около 100 тысяч таких лиц. Однако, как утверждают представители ООН, масштаб проблемы намного больше, поскольку в регионе продолжают выявлять новые случаи. Большинство из них – это бывшие граждане постсоветских республик, которые до сих пор не получили или же не подтвердили гражданскую принадлежность к новым независимым государствам, появившимся после распада СССР. Что касается детей, то, по оценкам ЮНИСЕФ, самый большой показатель в Кыргызстане. Там около 18 тысяч детей в возрасте до 5 лет не имеют регистрации. В Казахстане в 16-18 годах выявили около 5 тысяч детей с неопределенным гражданством. Если какие-то сложности связаны, и очень долго у детей нет документов, как правило, это у тех людей, у мигрантов, которые приехали без документов, без надлежащих документов из других стран. То есть они пытаются скрываться, потому что они боятся депортации, поэтому они и не оформляют. С начала года около 90 тысяч жителей Павлодарской области привлекли к административной ответственности за различные правонарушения. Об этом рассказали в департаменте полиции. Общая сумма штрафов составила свыше 600 миллионов тенге. Наибольшее количество нарушений за превышение скорости почти 8,5 тысяч. За распитие алкогольных напитков в общественных местах более 5 тысяч. И такое же количество за нарушение правил благоустройства. Кроме того, свыше 2300 фактов выявили по мелкому хулиганству. Сегодня в столице эксперты обсудили вопрос ядерного разоружения в контексте отношений США и России. И самой обсуждаемой темой конференции был выход Вашингтона из договора ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Слово аналитиков, ядерное разоружение – основной фактор гарантии мира, его нельзя решить в одиночку. Экс-министр иностранных дел Италии считает, что две ядерные страны ЕС, Франция и Великобритания, должны выступить против выхода США и России из ключевых соглашений. Особое беспокойство вызывает выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ситуация подвергает эрозии всю систему глобальных соглашений в области ядерного разоружения. Тем самым лишает мотивации других стран действовать в рамках общепринятых международных обязательств. По итогам круглого стола эксперты решили вовлекать гражданское общество в вопросы разоружения, сокращать количество ядерных боеголовок, снижать риски. Аналитики уверены, что Казахстан, как страна, добровольно отказавшаяся от одного из крупнейших ядерных арсеналов в мире, может стать голосом, обладающим необходимой моральной силой для призыва международного сообщества к действию. К другим событиям в мире глава Гонконга Кэрри Лам официально объявила об отмене законопроекта об экстрадиции. Напомню, документ подразумевал высылку подозреваемых в преступлениях на материковой Китае, где суды контролирует коммунистическая партия. Эта инициатива вызвала массовые протесты в Гонконге, которые продолжаются с начала июня. Позже законопроект отложили, однако демонстрации не утихли. Всего в ходе акции задержали почти 1200 человек. После более двух месяцев беспорядков становится очевидным, что общественный резонанс вызван не только законопроектом. Речь идет о политических, экономических и социальных проблемах. Мы можем обсудить все эти темы в ходе совместного диалога. Для нас сейчас приоритетом является прекращение насилия, защита закона и восстановление безопасности в обществе. Британский парламент нанес премьер-министру Борису Джонсону два тяжелых удара. Депутаты приняли закон, запрещающий жесткий Brexit, то есть выход из ЕС без соглашения, а также предписывают главе Кабмина просить Евросоюза новой отсрочки выхода Британии из Альянса до 31 января следующего года. Сейчас же процесс назначен на 31 октября. Также депутаты отказались проводить внеочередные выборы в удобный Борису Джонсону срок. А между тем, накануне у парламента прошла акция протестов. Демонстранты выразили недовольство касательно очередной отсрочки Брексита. Честно говоря, я уже устала от всех новостей касательно Brexit, но в то же время выражаю протест к планируемому выходу Британии из ЕС. Многие хотят, чтобы королевство осталось в составе Альянса. Надеюсь, что нас услышат. В МИД Украины ответили на предложение предоставить стране особый статус в Европейском Союзе. Киев намерен стать полноправным членом ЕС, а не получить особый статус. В МИД заявили, что вступление в Альянс – стратегическая цель для страны. Ранее президент Словении Борут Пахар предложил предоставить Украине и Турции особый статус, а странам западных Балкан – полноценное членство в Европейском Союзе. Иран с завтрашнего дня начнет разработку центрифуг для ускорения обогащения урана. Это станет новым шагом по сокращению обязательств ядерного соглашения. Об этом заявил президент Хасан Рухани. Напомним, ряд стран, включая Исламскую Республику, подписали пакт в 2015 году. Сделка предполагает снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В США вышли соглашения в прошлом году и восстановили ограничительные меры против республики. Напомню, в рамках ядерной сделки Тегерану разрешено хранить определенное количество центрифуг на атомных станциях. Однако новая разработка этих устройств может позволить наращивать уран для потенциальной ядерной бомбы. Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу. Наша организация по атомной энергии начнет делать все, что технически необходимо с точки зрения исследований и разработок. Тегеран откажется от соблюдения ограничений по атомным исследованиям, обозначенных в совместном всеобъемлющем плане действий. Планируемые военные учения в Венесуэле на границе с Колумбией могут привести к нестабильности в регионе. С таким заявлением выступил глава МИД Колумбии. О планах провести маневры заявил президент Николас Мадуро после того, как партизанская группировка Колумбии сообщила, что намерена перевооружаться. Отмечу, за последние 10 лет две страны часто сталкиваются с разногласиями. В связи с этим не поддерживают дипломатические отношения. Угрозы исходят от диктаторства Николаса Мадуро на протяжении долгого времени и, вероятно, берут начало с режима бывшего президента Венесуэлы. Это может привести к негативным последствиям, к примеру, созданию кризисной ситуации в регионе.